Не просто выставка, а настоящий рай детства. Куклы, солдатики, машинки, книжки. Все они когда-то были частью чьей-то жизни, а потом хозяева повзрослели. В музее первого совета открылась выставка коллекционера Натальи Колесовой. Ни одной кукле она не дала осиротеть. 550 предметов, родом из 20 века. В детстве ко всем игрушкам Наталья относилась очень бережно. Потом повзрослела, а любовь к куклам осталась. Покупает их до сих пор. Когда предлагают бабушке, приходится покупать все куклы подряд. Даже те, которые ей не нужны. Потому что жалко бабушек. Потому что они стоят уже как бы нет хорошей жизни. А когда покупаешь в интернете, на аукционе, то покупаешь уже то, что тебе нужно целенаправленно. В коллекции игрушки из советских республик и Германии. Самым старым уже больше 100 лет. Хранит все богатство Наталья дома. В 2011 году мы переехали в частный дом. Сейчас 140 квадратных метров можно разместить. Конечно, я не расползаю всю коллекцию по всему дому. Но 12 метров есть для моей коллекции. Все влезает пока. Игрушки часто дарят друзья и знакомые. Кто-то забирается на старый чердак или едет на дачу. И там находит много всего ценного для подруги-коллекционера. С огорода привезла я две куклы. Кукла была цыганкой когда-то. Она из нее серпку сделала. Кукла в ужасном состоянии была. Дети играли ей долго, заиграли. Две куклы из Германии. Сделаны они еще в начале прошлого столетия. И, пожалуй, это и есть жемчужины коллекции. А эти в национальных костюмах должны быть знакомы ивановцам. Выполнена они из пресс-опилочных материалов на Ивановской фабрике игрушек. Такое хорошее впечатление, что люди стараются и хорошие композиции получаются. Но домой я, наверное, бы не хотела такого количества кукол. Познакомиться с куклами и вспомнить, кто во что играл, может каждый ивановец. Выставка только открылась и время пока есть. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.